В четверг в Ярвовской русской гимназии раздался тревожный звонок. По школьному радио была объявлена общая эвакуация. В условиях почти нулевой видимости, возникшие из-за сильного задымления, учащиеся и педагоги по запасным выходам покинули здание. В это время вахтеры вызвали по телефону спасателей. Прибывшие на пожар два экипажа Кухлоярвской команды Восточного спасательного центра протянули рукава и приступили к ликвидации чага возгорания на кухне школьной столовой. Тщательно обследовать помещение и искать пострадавших спасателям помог уникальный прибор, позволяющий находить людей в условиях нулевой видимости. Руководили учениями Кайдо Парц и Максим Чихони. Они рассказали, что задача, которую поставили на эти учения, не только проверка умения гимназистов и персонала школы действовать без паники в сложной, неординарной ситуации, но и тренировка самих спасателей на действия в условиях сильного задымления. И хотя дым был ненастоящий, без запаха и угара, выработанный специальным генератором, даже луч фонарика не позволял что-либо различить при эвакуации. Сегодня я хоть и оценил более школы действия, но для нас, почему такое все и делаем, сюда реагируем, как будто бы реальность событий. Для нас это, скажем, идеальная тренировка в реальном школе, реальными учениками. Мы учимся, каждый день учимся. Директор гимназии Светлана Владимирова вовсе не волновалась. Она была уверена в том, что условная эвакуация пройдет организованно, без суеты. Ведь профессиональные спасатели здесь не первый раз. Да и сама гимназия уже давно стала своеобразным филиалом Эстонской академии внутренней защиты, с факультетами которой заключены договоры о профессиональной ориентации гимназистов. Эти учения важны как для нас, так, я думаю, и для спасателей. И сегодня мы видели слаженную работу спасательной команды, которые постоянно держали контакт со мной, как с директором школы, для того, чтобы получить нужную информацию, есть ли пострадавшие, где произошло возгорание, что мы знаем, какая, в общем-то, у нас возможности. Поэтому наблюдалась очень сложная работа, все было осуществлено быстро. Вот и один из участников нынешних учений Антон Мик из 11 класса, сыгравший роль пострадавшего, уже прошел обучение на подготовительных курсах спасателей. Теперь он специализируется по профессии полицейского. Вопрос о том, где продолжить учебу после выпуска из гимназии, перед ним не стоит. Естественно, в академии внутренней защиты, говорит молодой человек. Предупрежден, значит, вооружен, говорят спасатели из Кохлоярвы. Профилактические выезды в детские сады и школы стали неотъемлемой частью их повседневной работы. Но когда случаются пожары реальные, в которых приходится на самом деле бороться с огнем, спасая людей, они действуют самоотверженно и профессионально. Недавно командир Кохлоярвыской команды Восточно-спасательного центра Кайдо Парц был награжден медалью за спасательную деятельность. После того, как пожар был ликвидирован, а ученики и педагоги продолжили занятия, спасатели и директор гимназии подвели итоги учений. Спасатели дали свои рекомендации по обеспечению безопасности. Свой же внутренний разбор полетов они провели, когда вернулись к месту дислокации команды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!